Севастопольский вальс снова зазвучит на сцене Волгоградского музыкального театра. Впервые эту легендарную оперету зрители увидели в 1961 году и теперь, накануне юбилея Великой Победы, постановке решили дать вторую жизнь. Премьера состоится 6 мая, а до того, раньше многих, Севастопольский вальс увидела наша съемочная группа. Июнь 42-го. За Севастополь бьются не на жизнь, а на смерть. Затем действия опереты переносятся в мирное время. Но и на войне есть место юмору и любви, а фронтовая дружба пройдет проверку огнем и новой реальностью. Оперету «Севастопольский вальс» композитор Константин Листов написал в 1961 году. Тогда же ее поставили впервые, именно в Волгоградском театре мускомедии. И только после были премьеры в Ленинграде, Москве, а также по всей стране и за ее пределами. Возродить оперету на волгоградской сцене для актеров и постановщиков не только дело чести, над спектаклем работают с особым трепетом, несмотря на экономически сложное время. Никоим разом городской бюджет не выделил нам средств, не потому что не хотел, а потому что театр выделил свои средства для постановки этого спектакля. И вот спектакль 6-го можно будет посмотреть. Пять лет назад, накануне 65-летия победы, спектакль поставили в Санкт-Петербурге и других городах России. В северной столице он прошел 400 раз. В мае в Волгограде севастопольский вальс покажут дюжину раз. Уже приходят запросы из других регионов, от потенциальных зрителей. Музыкальный материал сложный, признается дирижер. Справиться помогают еще живые воспоминания о Великой Отечественной. Я очень хорошо помню начало войны, когда я был, наверное, так, четырехлетним ребенком. И конец войны, когда очень хорошо помню выступление Сталина и все то, что делалось тогда в наших городах. Яркие музыкальные номера, трогательные герои и сильнейшие их переживания. Сам спектакль такой же добрый и чистый, как фильмы 60-х, говорят постановщики и актеры. Севастопольский вальс может показаться близким людям из совершенно разных поколений. К тому же другие патриотические постановки музыкального театра молодежь воспринимает живо, особенно в последнее время. У нас есть спектакль «Небесный тихоход». И последние спектакли идут на таком подъеме. Знаете, вот участники спектакля, когда на одном из спектаклей в конце люди встали и начали скандировать «Россия вперед». Опереты «Севастопольский вальс» не только о любви и о войне. Главное, говорят постановщики, что он дарит веру. Не забудь, пусть корит она яркой звездой. Не забудь севастопольских звезд и огней. Пусть любовь к войне будет сверхчищей дней. Анжелика Антипина, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба».